Оказывается, молитва за другого – это труд. Тот, кто читал «Потереки», тот, наверное, знает, например, такой случай, как один человек находился в ситуации, я сейчас не помню деталей, но находился в ситуации, когда он мог тяжко что-то согрешить, что-то стоял перед чем-то. Это не произошло. И потом ему тот святой, к которому он пришел и с которым он общался, сказал ему, я эту ночь всю, всю, я едва вырвал тебя сегодня из пасти льва. Вы слышите? Ночью вырвал из пасти льва. Я, Господи, помоги ему, и лег, и спяше, и храпляше. Соответственно, и действие такое. Вы слышите? Оказывается, молитва. Мы все забываем. Забываем, что это такое. Помолитесь за меня. Я отвечаю, придите ко мне, у меня 10 гектаров лопатой не перекопаете. Помолите, пожалуйста. Ах, а что это такое? Я говорю, вот это и есть помолиться. Так это запросто. Помолитесь за меня. Мы совершенно потеряли уже смысл даже, что такое помолиться. Вы слышите? Мы, православные, абсолютно уже решили, что это просто так, болтнуть языком. Да нет же! Нет! Действенность молитвы полностью обусловлена, слышите? Степенью того, что я от себя отдам во время молитвы. Слышите? Что отдам я от себя? Посмотрите, как Христос молился в Гефсиманском саду. Мы что это? Почему не помним этого? Когда до кровавого пота, вы подумайте только. Вот пример молитвы. Нужно себя отдать часть. Вот здесь почему говорят о земных поклонах, почему о поясных поклонах, о чтении там псалтири, еще и так далее. Дай себя! Сколько ты отдашь себя ради этого человека, столько и принесешь пользы. Я просто не могу и опять говорю, а мы отделаемся записками. Записками, которые, кстати, читают. Недавно один молодой человек подошел ко мне и говорит, что мне делать? Не буду говорить, где. Что мне делать? И Херувимский, милость мира, извольте читать, послушание дороже поста и молитвы. Я читаю, говорят, эти имена. И что? Верно! Молодец! И что? Богу что, имена нужны? Он их не знает? Послушайте. Вы слышите, какое извращение произошло? Имена читаем Богу. Кипу мне дадут, и я читаю имена. Что надо делать? Я ему сказал ужасные вещи. Если это узнают там, то все, меня тогда, не знаю, придут анафеми. Я сказал, голубчик, ты возьми эту кипу, ну, чтобы не смущать, или эту, открывай, но сам не смотри ты на эти имена, а от всей души молись, Господи, помилуй всех тех, кого здесь дали для поминания. Молись! Перелистывай, чтобы уж не смущать их. Не ради обмана. Чтобы не смущать, не соблазнять этих, простите меня, это язычествующее сознание, когда имена вычитывают. Имя тогда имеет значение, когда я знаю, кого-то одно, два, три, но когда я могу, вот, этот Александр, я за него, Господи, помилуй его, вот, просит, кого-то я могу. Только тогда, когда с именем сопрягается молитва о нем, тогда только имеет смысл. Здесь, когда вам сотни, а то и тысячи, так молиться надо. Я говорю, вот так делаю. Возьми и молись. Господи, помилуй всех сде-поминаемых. Помилуй. Помилуй. И, Господи, помилуй, и молись от всей души. И Бог тогда, видя молитву, поможет этим людям. Вот как надо. Мы от себя не хотим ни йоты дать. Отделаемся ли записками, деньгами, да, и все. А сам? А сам пойду в ресторане посижу, пока батюшка там прочитает эту записку, что мы делаем. Так вот, это вопрос очень серьезный, и действительно, спасибо, что задали. Итак, мы все клеточки в одном организме. Есть клеточки, которые ближе друг к другу. Вот видите, когда здесь вот что-то нарывали, прочее. Вот здесь, оказывается, воспалилось. Так? Воспаляется вокруг. Есть клеточки ближе, есть которые дальше. Но все мы в одном организме. И мы можем помогать, как клеточки, мы можем помогать друг другу. Чем? Отдачи себя подвигом ради этого человека. Как им? Как уж кто что может. Кто-то воздержится в пище, кто-то может воздержаться от того, чтобы пяткой тут нажимать на этот черный ящик и смотреть там всякие развлекательные вещи. Да. Кто от чего воздержится? Это уже не важно. Ради Бога требуется воздержание. Ради этого человека. И тогда Бог, видя нашу жертву любви, слышите? Жертву любви, тогда Бог может дать и здравие, и исцеление этому человеку. Потому что Бог не может спасти нас без нас. Слышите? Не может. Если бы он мог это сделать, тогда бы он не допустил до грехопадения Евы и Адама. Правда же? Взял бы их за шиворот и в рай их тут же. Да. Или это дерево вообще бы увидел бы, что они хотят там, да, срубил бы его и так далее. Нет. Свобода наша и жертвенность, жертвенность любви только при наличии этого наши молитвы становятся действенными. Слышите, когда? Мы в язычников постепенно превратились. Вы меня извините, но это действительно так. Когда я смотрю, стоят вот такие талмуды, раздают всем, кому такое так, и стоят, и бубнят. Херувимская, милость мира, и бубнят. Что? Подумайте, что? Имена! У меня какой молитвы речи не может быть тут? Какой там молитв? Тут надо быстрее это читать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Или из алтаря, когда несется несколько священников, переводят друг друга, Ивана, Марьи, ту-ту-ту-ту-ту. Что такое? Что это такое? Об этом писал еще Феофан Затворник, что священнику очень трудно, слышите? Действительно. очень трудно молиться во время поминовения. Очень трудно. Разве это непонятно, когда столько имен? А все слушают. Так, когда же это будет произойти? Девица Марья. Да. У нее всего 93 года. И слушает. Ах, не прочитали! Да. Вот до чего мы докатились. Нас интересует не молитва уже превратили во что? По этой причине и бесплодными остаются все наши молитвы. А то, говорит, я молилась, молилась, и ничего нет. Я спрашиваю, а как вы молились? И оказывается, во все монастыри подала. Их, благо, до перестройки их всего было только 18, да. Легко было подать. Вот так. Вот, оказывается, почему наши молитвы помогают. Понятно, почему? Мы все, исцеляясь, отдавая себя частичку, мы помогаем другой клеточке. А Бог без нас никого нас спасти не может. Мы должны, люди, осуществлять эту любовь. Потому что эта любовь, я вам скажу, и есть Бог исцеляющий. Там, где нет любви, там и Бога нет. И исцеление не происходит. Пожалуйста, запомните это. Нашей любви будет Бог исцеляющий. Нет этой любви, которая проявляется нашей жертвой. Нет исцеления. Нет. Нет. Продолжение следует...